Всем привет! Давайте разберем, как исправить ошибку имя модуля с ошибкой KernelBase.dll и с именем проблемы AppCrash. Значит, при запуске программы игр возникает данная ошибка с KernelBase. KernelBase.dll служит для того, чтобы запускать одновременно несколько DDL в библиотек от разных программ в одну. То есть, погнали. Способы в описании под видео, тайминг-кады, ссылка на текстовый сайт также под видео. В первую очередь нажимаем по программе правой кнопкой мыши, выбираем свойства, переходим в совместимость, устанавливаем запускать от имени администратора, запустить программу в режиме совместимости, выбираем Windows 7 или Windows 8, пробуем запустить. Если не помогло, галочку снимаем, оставляем запускать от имени администратора и следуем дальше способом. Отключаем, значит, антивирусы, Братмау, открываем защитную безопасность Windows, точнее, переходим в Братмау и безопасность сети, видим графа активный, общедоступная сеть, то есть активно это означает, что текущая сеть используется. Отключаем Братмау, далее переходим в защиту от вирусов и угроз, переходим в управление настройками и отключаем все ползунки антивирусов. Пробуем запустить программу. Значит, если это не помогло, то переходим в журнал защиты и смотрим, есть ли здесь какие-либо блокировка данной программы или игры. Если есть, то нужно разблокировать данную программу и добавить в исключение антивируса. В исключение антивируса добавляется защита от вирусов и угроз, управление настройками и здесь добавить в исключение. Добавьте сюда папку, папку с игрой или программой, вот папка, и добавляйте и пробуйте запустить данную игру или программу. Если, значит, это не помогло, то, скорее всего, поврежденные системные файлы. Запускаем командную страху от имени администратора, пишем в поиске cmd, правой кнопкой мыши, запуск от имени администратора. Значит, вводим пять команд, которые восстанавливают в целостность систему Windows 10 и Windows 11 и биты и сектора на диске. Диски я не буду вводить, потому что это будет заниматься некоторое время. То есть пишем SPC, ScanOff, CheckHilt, ScanHilt, RestoreHilt и пишем последнюю команду, чтобы проверить диск на ошибки, CHPDSK, CFR. И после ввода последней команды нажимаем Y и перезагружаем компьютер. Ну, давайте я вам покажу. Запускаю еще одну, cmd, запуск от имени администратора. Здесь нажимаем Y, потому что не даст будет Y. Нажимаем Enter, перезагружаем компьютер и ждем, пока он загрузится на рабочий стол, будет сразу переустанавливаться. Следующий момент – это нужно переустановить Visual C++. Если у вас есть Visual C++, удалите старый, к примеру, вот этот удаляете, и устанавливайте новые, которые нужны. Но в большинстве случаев я сталкивался с 2015 годом. Ссылку оставлю. Нажимаете «Скачать», «Установить». Если это не помогло, переходите по второй ссылке и скачиваете весь пакет 2015-2022. И нужно установить две разрядности. X86, то есть 32-битная, и X64. Устанавливаем это все, перезагружаем и смотрим, устранена ли проблема. Если проблема не устранена, попробуйте создать просто второго пользователя, так как ошибка может быть именно в повреждении профиля пользователя. То есть перейдите в учетные записи и создайте вторую учетную запись. Другие пользователи, семья, разберетесь, добавят вот учетную запись, ее сделаете администратором. Вот здесь изменить тип учетной записи, сделать пользователя администратором, нажимаете «Ок» и все такое. Смотрите, устранена ли проблема. Если проблема не устранена, можно скачать оригинальный файл с официального каталога Microsoft. Этот сервис скачивает с манифеста серверов по обновлению файла системной. Переходите, пишите «Кирнель». Ну, давайте. Ну, я вам сразу ссылку оставлю. Скачивайте для своей Windows. Ну, давайте. Вот два файла надо скачать. Вот два файла скачали. Далее файлы будут в расширении Bloop. Но мы сделаем, нужно их переименовать, и они сразу будут нормальны. Смотрите, переименовываем один файл, переименовываем этот мы скачали. Не запутайтесь, я скачал два, и теперь не знаю, где x86, где x64. Нажимаем «Да», переименовать. Мы видим, что файл стал библиотекой. Переходим в свойства. Подробно видим авторское право Microsoft. Все тики-пуки. Значит, закидываем этот файл, x64, закидываем в системную папку 32. x86, закидываем в SUS2, в 64. Оставлю вот подсказки. Значит, перезагружаем компьютер и смотрим, устранена ли проблема. Если проблема не устранена, после того, как закинули, нужно зарегистрировать данные в библиотеке. Нажимаем Windows Air, пишем «REC32CurnelBase.dll». Нажимаем «Ок». Если будет такая ошибка, не обращайте внимания. Иногда не все модули нужно в библиотеке регистрировать. Помимо этого, если у вас ошибка при запуске какой-либо программы, просто удалите программу. Переходите в приложение, переустановите ее. Удалите программу и установите ее заново. Если это не помогло и ошибки kernel-бейс сбойного модуля не было пару дней назад, вы можете откатить компьютер назад. Нажмите Windows Air, напишите R100 и нажмите «Ок». Далее выбрать другую точку восстановления. Выберите ту дату, когда ошибки kernel-бейс Windows 11 или Windows 10 еще не было. Нажмите «Далее» и у вас откатится система назад, когда еще ошибки не было. Такими вот способами можно было исправить данную ошибку kernel-бейс.длл. Имя сбойного модуля. Подписывайтесь на канал. Всем пока.